В республике сокращается количество работодателей-должников. В черном списке сейчас значится 15 организаций, а год назад их было 22. Какие меры необходимо предпринять, чтобы сотрудники получили заработную плату, обсуждали в Доме правительства. По разным источникам собираем максимальную информацию, где какая ситуация. Нам нужна обратная связь. Обратная связь она имеется. И мы, управляя в ручном режиме, должны повлиять на эти процессы, чтобы работодатели выплатили ту задолженность, которую имеют перед работниками. А где процедуры финансового оздоровления идут, где процедуры конкурсного производства, конечно, конкурсные управляющие с учетом конкурсной массы, с учетом проведения торгов, должны рассчитываться по долгам, по зарплате перед теми работниками, которые работали в этих организациях. Возглавляет антирейтинг неплательщиков типография номер один. Здесь долги перед работниками превышают 17 миллионов. Предприятие «Банкрот» сейчас реализует имущество. От его продажи выручат многомиллионную сумму. Здесь произошла реализация имущества. И мы ждем погашения заработной платы в текущем месяце в порядке 8 миллионов рублей. Значительно остаются долги по заработной плате. Растут также в ООДСК город Новочебакса. Здесь у нас учредитель Ермолаев Константин Владимирович. Здесь также задолженность образовалась за июнь-июль текущего года в порядке более 8,6 миллионов рублей. Актуальным остается вопрос погашения долгов по заработной плате за август месяц текущего. Здесь мы, предприятие, держим на особой контроле с заверением. Учредители и руководители предприятия говорят о том, что в октябре текущего года они эту задолженность погасят. Если за товары не будут в свое время на рассчитываться, вы опять попадете в черные списки? Мы надеемся, что сейчас конкурсы закрались по школам и садам. И, соответственно, определенное оживление будет в строительном секторе. Не затягивать с выплатой заработной платы пообещал и конкурсный управляющий Чуваш Автотранса. Долги предприятия достигают 15 миллионов рублей. Проводится в настоящее время инвентаризация. По части объектов она уже проведена, получена оценка, которая направлена на экспертное заключение. И данные объекты будут своевременно тут же направлены на проведение торгов. В настоящее время расчетный счет в соответствии с действующим законодательством предприятия заблокирован. Впереди заработные платы, идут налоги. Мы направили заявление, чтобы арбитражный суд нам его удовлетворил о приоритете заработной платы перед налогами. Затягивать процедуру реализации имущества недопустимо, отметил Михаил Игнатьев. Где на самом деле есть бездействие, этих должностных лиц мы должны привлекать к ответственности. Глава региона поручил оказать содействие в переквалификации, а также трудоустройстве увольняемых работников. С ними проведены собрания, где им разъяснены их права. Также было предложено совместно с администрацией города Чебоксара перейти на новую работу в муниципальные органы. С начала года, благодаря эффективному взаимодействию правоохранителей и властей, заработную плату получили более полутора тысяч человек. Выплачено 1743 работникам в сумме более 44 миллионов рублей. Виновные лица привлечены к административной ответственности на наложение штрафа на общую сумму более 7,2 миллиона рублей. Михаил Игнатьев отметил, что долги перед работниками необходимо погасить до последней копейки. Но главная задача – не допустить новых просрочек. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Бахтияр Велиев. Республика. Мусор из Чебоксарного, Чебоксарска и Чебоксарского района на Пехтулинскую свалку возили более 50 лет. Она работала в полную силу, несмотря на то, что в 1984 году срок ее эксплуатации закончился. Горы мусора росли, а вместе с ними увеличивались и экологические риски. За этот период было завезено более 4 миллионов отходов, кубических метров отходов. Это был очаг экологических проблем, был постоянный запах. На свалке то и дело что-то горело, неприятный запах распространялся на близлежащие микрорайоны и деревни. Полная антисанитария, стаи птиц – так продолжалось до прошлого года. Экологическую катастрофу удалось предотвратить. В 2017 году началась рекультивация Пехтулинской свалки. В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2017 году начата рекультивация санкционированной свалки город Чебоксара, так называемой в именуемом народе Пехтулинской свалки. На эти цели были выделены средства в объеме 330 миллионов рублей. Когда мы пришли на этот объект, тело свалки лежало разбросано на площади 30 гектаров. При формировании кургана тело свалки уменьшили на 9 гектаров. Утрамбовывали мусор и уплотняли геотекстиль для укрепления конструкции. Затем положили газодренажную прослойку, щебень 20 сантиметров. Все это закрыли геомембраной, чтобы защитить мусор от попадания осадков. Потом слой глины в 5 сантиметров. Образовался так называемый саркофаг. Тело свалки герметично закрыли. Также выполнена восточная сторона, смотрим со стороны Нового города и Новочебоксарская, водоотводная канава. Чтобы вода, которая фильтрирует тело свалки, не выходила за пределы этой территории. И поступающая из полей тоже вода не поступала на тело свалки. И предусмотрена, скажем так, канава нагорная. И забетонирована участками, где чтобы размывания были, около 350 метров. С водобойными колодцами. Система сбора и очистки биогазов работает. Вот-вот начнут прокладывать эксплуатационную дорогу, по которой к Ургану будут добираться специалисты для проверки различных систем. Технический этап рекультивации на этом завершился. Сейчас идет биологический. В течение трех лет специалисты будут мониторить состояние воздуха в санитарной зоне. Показатели выполнения данных работ это именно повышение качества жителей города Чебоксар-Новочебоксарск. Количество 500 с лишним тысяч человек. И плюс введение в оборот рекультируемых земель, восстановление земель в порядка 30 гектаров. Сейчас укладывают растительный слой грунта в 15 сантиметров. Потом засеют всю территорию многолетними травами. Сложностей на самом деле было немало. И в проекте относились изменения. И проект разрабатывался достаточно давно. За тот период, пока он разрабатывался, сюда продолжали вывозить мусор. Поэтому корректировался проект. Количество мусора уточнялось. Были сложности по грунту. Здесь огромное количество грунта. Более 40 тысяч кубических метров грунта. Такого количества просто нет грунта. Выходили из этой ситуации. Было непросто, но это все реализовалось. За год удалось сделать очень многое. Завершается уже у нас рекультивация Пехтулинской свалки. В ноябре мы полностью этот объект закроем. Это классическая схема рекультивации свалки, которой пользуются и в других регионах страны. По такой же технологии выполняется рекультивация свалки в Эльбешево-Чубоксарского района. На очереди Яльчики, Аликова, Канаж. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. Вопрос зловония от агрохолдинга Юрма этим летом особенно волновал жителей столицы Чувашии. Решить проблему неприятного запаха такую задачу поставили перед руководством птицефабрики. В августе на совещании в Министерстве сельского хозяйства Республики директор агрохолдинга презентовал проект завода по переработке куриного помета мощностью 400 тонн в сутки. Стоимость проекта 270 миллионов рублей. Срок реализации 2018-2020 годы. На совещании Владимир Ермолаев обещал в ближайшее время представить дорожную карту реализации проекта. Сейчас предприятие проводит инженерные изыскания и проектные изыскательские работы для начала реализации проекта. Для того, чтобы нам решить проблему, пока не завершится строительство завода, предприятие уже в настоящее время представило нам информацию, что в чистом виде куриный помет на поля не вывозится. Он проходит сначала первичную комплексную переработку его в удобрение путем обработки специальными реактивами. А для того, чтобы не было запаха, непосредственно в производственных цехах предприятия помет обрабатывается специальными реагентами для того, чтобы этот запах устранить. Поэтому я надеюсь, что эту проблему наши жители больше не увидят. В сентябре управление Россельхознадзора выезжало на проверку полей агрохолдинга Юрма повторно. Проверка показала, поле перепаханное и необработанного помета, как раньше, там нет. Сегодня представители Министерства, имущества и столичной администрации провели рейд по заброшенным объектам. Инвентаризация проходит в рамках республиканской акции. За два года выявили свыше тысячи бесхозных зданий. Большая часть была вовлечена в оборот. Что позволило за это время внести или привлечь бюджеты муниципалитетов в более 121 миллионов рублей. Более активные, естественно, тут города, потому что объектов-то больше здесь. Новочебоксарск более 42 миллионов, если точнее 42,8. То же самое Чебоксары более 42 миллионов, то есть привлечь свой бюджет муниципальный. Также из районов можно отметить Козловский район 8 миллионов, Цивильский район более около 6 миллионов. И Чебоксарский район более 3 миллионов рублей. Но пустующих объектов в республике еще достаточно. На протяжении четырех лет остается заброшенным это здание бывшего винного склада на улице Константина Иванова. После расселения жильцов дом не снесли и включили в реестр объектов культурного наследия Чувашии. В связи с тем, что он стал объектом культурного наследия, соответственно, он не подлежит сносу. На сегодняшний день был произведен перевод из жилого в нежилое здание, и он выставляется на аукцион. То есть мы ищем инвесторов, чтобы при приобретении здания были соблюдены условия при сохранении внешнего облика. Не исключено, что в перспективе здание станет деловым центром, отмечают в администрации Чебоксар. Пока оформляются необходимые документы и проводится аукцион, объект защищен от вандалов. На окнах решетки, подъезды и подвалы под замком. Не раз администрации города предлагали снести это недостроенное здание на заливе. 12 лет назад инвесторы обещали возвести пятизвездочный отель, но работы были приостановлены. Сейчас у объекта сразу три собственника, однако дальше слов дело не продвигается. Остов сооружений обнесен забором и пока служит лишь конструкцией для рекламных баннеров. Решить судьбу долгостроя глава республики поручил до 2020 года. Представители города Чебоксары давали обещания. Обещания все публично записаны о том, что либо продление договора аренды и достройка этого объекта было озвучено до 2020 года, напомню. Либо снос. То, что сегодня мы видим, какими путями мы к этому результату двигаемся, вот оно налицо. Я думаю, тут и говорить много не нужно. К сожалению, на сегодняшний день здесь этот объект также больше можно отнести к категории. Без хозяина, бесхозным, неиспользуемым и, к сожалению, еще создающий предпосылки к угрозе общественной безопасности. Мы, конечно, сегодня хотим услышать от представителей города Чебоксары, будут ли исполнены те обещания и когда они будут исполнены. Администрации города переоформляется договор аренды земельного участка до конца 2020 года. То есть он сейчас на согласовании и подписании. Планы построить объект и в соответствии с тем, что договор аренды продлен до конца 2020 года, я думаю, что вот эти вот обещания, они будут выполнены. А это один из положительных примеров. На месте бесхозного объекта во дворе дома была оборудована детская площадка. Мы хотим жить в более комфортной среде и за это время, значит, благодаря общественности выявлено более 1100 объектов, которые как бы имеют изъяны. Эта акция продолжается. Мы призываем жителей Чувашской республики быть активными. За все время народная инвентаризация доказала свой эффект. Благодаря акции вовлекают в оборот земельные участки, приводят в порядок населенные пункты и сносят аварийные объекты. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Прямо из парка Амазония на московскую набережную. На днях рабочие благоустроили еще один спуск к Волге. Это место пользуется особой популярностью среди горожан. В этом мы смогли убедиться сами. За все время съемки, а это примерно полчаса, по этой лестнице поднялись десятки людей. И все отмечают, стало гораздо удобнее. Раньше было вот так, видите, вот здесь так. Поднимаемся без ступеней такие. Просто где? На две, две, на четыре ножки поднимались наверху, да. Спасибо. Ага, теперь? А теперь свободно. Со всеми удобствами, как говорится. Парк еще так здорово обустроили, прям с удовольствием. Раньше только тут по набережной гуляли, поднимаясь тоже на Афанасию по лестнице. Ну, труднее. А сейчас прям с удовольствием два круга больших сделаем. И выходим на это уже на студенческий городок. То, что вот эта лестница появилась, это, конечно, хорошо. Ну, как-то так приятнее, чем просто по земле. Например, на грязную погоду. Отсюда приятнее, потому что можно пройти через парк. Сам парк. Сам парк тоже хороший становится. Да. Нам эти места всегда нравились, и когда здесь просто был лес, и когда его здесь облагораживают, то есть так и так всегда хорошо. Не так давно на территории Амазонии провел выездное совещание глава республики Михаил Игнатьев. Выслушав с главой администрации Алексеем Ладоковым пожелание посетителей парка, было принято решение благоустроить пешеходную тропу со спуском. Власти города оперативно решили этот вопрос. Лестница появилась буквально через три дня. Эта лестница имеет протяженность где-то свыше 30 метров, ширина полтора метра, высота где-то составляет до шести метров. С двух сторон имеются поручни. Она имеет основание металлическое, поэтому мы думаем, что будет служить долго. Значит, мы будем следить за состоянием. Вот, сами ступени, они из досок, но они пока будут служить долго, а потом будем менять периодически, если выйдут из строя. Подходы работники Дорокса посыпали асфальтовой крошкой. Это пока временно, но потом, наверное, уже будет покрытие асфальтовое. Кроме инженерной защиты, в работах также были задействованы работники Зеленстроя и Дорокса. Со временем спуск оборудуют фуникулером, так что доступ к набережной получат и маломобильные горожане. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Они учат и воспитывают детей, читают им книжки, катают на качелях. Экспресс-бабушки спешат на помощь семьям столицы Чувашии. А сегодня серебряные волонтеры сами вернулись в детство. Бабушек и дедушек в честь праздника Дня пожилых людей целый день катали на колесе обозрения. Я в восторге от того, что сегодня здесь побывала. Бывая в городе, именно вот здесь я не была, но вот издалека смотрю, думаю, о, как здорово. А вот такое вот новое впечатление для меня на сегодняшний день. Ну, это очень здорово, это великолепно просто. Великолепно. Прямо так это интересно очень. Никогда не думал, что так интересно здесь может быть. Впечатление, конечно, словами не передать. Сегодня бесплатно покататься на колесе могут все пенсионеры. Акции действуют до 10 часов вечера. Главное взять с собой удостоверение. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Грифельная стена. Модное веяние в дизайне интерьера. На ней можно писать объявления, напоминания и даже рисовать открытки. Именно так поступили ученики Чебоксарской академии искусств. Ведь впереди день учителя. Совсем скоро эти неуверенные линии, сделанные мелками, превратятся в мальчишек и девчонок, которые спешат поздравить любимого педагога. Даше Ивановой досталась самая важная миссия – нарисовать главного героя. Более всего было нарисовать глаза и мимику лица. Некоторый глаз может криво посмотреть, и это уже не будет смотреться красиво на групповой композиции. На другом этаже новый шедевр. Идея этой открытки пришла Варе Дуениной. У меня сразу картинка появилась, то, что палитра, потом с другой стороны микрофон, а с другой стороны балерина. И сзади такая картина нарисованная, и наверху написано «Академия искусств». Я это все выдала, и этим вдохновила Алексея Зиновьевича. Смотрите, объясняю. Острая сторона, она чуть-чуть царапает, и не дает жирной линии. Тупая сторона дает жирную линию хорошую. Алексей Сергеев много лет работал дизайнером, проектировал здание. А вот День Учителя в этом году будет отмечать впервые. С 1 сентября он педагог Академии искусств. Что нужно педагогам в этот праздник? Ну, во-первых, радоваться, веселиться – это само собой. Это обязательно. И также понимание с детьми, понимать детей. А еще начинать рабочий день с улыбки. По-другому и не получится, ведь по пути в кабинет такие красивые, добрые детские поздравления. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и по доступной цене – это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42-го до 72-го размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Наступила холодная пора, пора уже утепляться. Вот у вас тут привезли очень хорошие курточки, очень большой выбор. Разноцветные и размеры, любой размер можно подобрать. Поэтому хотелось бы немножко нарядиться, несмотря на возраст. Нам тоже хочется быть красивыми. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Зоя Зубарева пришла на ярмарку, как только узнала о ее приезде. Не прошло и 10 минут, а покупательница уже выбрала себе обновку. Меня встретила вот эта здесь продавец-женщина-девушка. Встретила хорошо, сразу стала показывать мне курточки, которые мне интересны. И вот, знаете, ну смотрели, примеряли мы много. Дело в том, что мне что-то понравилось вот именно то, что я сейчас выбрала. Про качество я могу сказать хорошее. Вы знаете, на рынке немножко дороже. Для верхней одежды главное хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты и для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. То есть качество очень хорошее. И такая модель, допустим, стоит всего 6 160 рублей. То есть оптовая цена от производителя. Более 5000 моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Каждый здесь найдет себе обновку по душе и кошельку. Все цены у нас оптовые. Например, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2420 рублей, а теплый зимний пуховик за 3520 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улица Максима Горького, 49. Ярмарка пробудет в столице Чувашии до 31 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...